Добрый вечер, я Владимир Беляков, эфире программа Prime. Сегодня мы поговорим о еде. О еде здоровой, о еде вкусной, о еде, может быть, когда-то вредной. В общем, будем обсуждать тему нашего питания. Чтобы разобраться в этой проблеме, мы пригласили в студию следующих людей. Это Гульзира Каликова, она главный внештатный эндокринолог областного управления здравоохранения. Добрый вечер. Василий Демчук, шеф-повар бизнес-центра МИР. Здравствуйте и вы. И Айнур Зиналиева, она исполняющая обязанности доцента кафедры гигиенических дисциплин с профессиональными болезнями нашего медуниверситета, и она же старший научный сотрудник Национального центра здорового питания. Здравствуйте. Готовясь к этой программе, я с удивлением узнал, что 20 марта, то есть завтра, отмечается Всемирный день без мяса. И этот, я не знаю, праздник, не праздник, отмечается уже 31 год. Вот. Скажите, пожалуйста, существует очень много разных диет и так далее, но вот отказ от мяса, это хорошо или плохо в наших, я не знаю, в наших условиях, климатических и в ментальных, наверное, к вам вопрос. Ну, полностью отказаться от мяса нельзя, потому что он является белком животного происхождения. Каждый день в организм человека должно поступать белок 14% от всего рациона питания. Поэтому основная доля, это приходится на мясо. Поэтому с нашим менталитетом или вот с потребностью, с нашими энерготратами обязательно нужно употреблять мясо. Ну, мы только можем сказать, ограничивать мясо, которое повышенной жирности, наверное, скажем, очень жирное. А так, постное мясо, мясо птицы, рыбу обязательно нужно употреблять. Гульзира, вот вы, наверное, уже сталкиваетесь с последствием неправильного питания. Вот к чему может привести то, что человек неправильно строит свой рацион? Ну, у нас в эндокринологии встречается такое заболевание, как неврогенная анорексия, которое связано с тем, что человек, желая похудеть, он начинает себя ограничивать во всем, не только там в мясе, в углеводах, и доходит до состояния кохексии, то есть когда больше кожи до кости у человека, внешний вид. А внутри что происходит? Внешний вид, ладно? Ну, внутри происходит, конечно, естественно, происходят определенные эндокринные нарушения со стороны гипофизы, щитовидной железы и других эндокринных органов. Что в результате может привести? Да, к заболеванию, которое называется гипопитвитаризм. А оно в свою очередь к чему приводит? А оно в свою очередь, знаете что, там тогда все гормоны, которые должны вырабатываться в определенных соотношениях, то есть это все идет как бы к пониженным. И получается тогда со временем эта кохексия приводит к нарушению эндокринной системы, и, соответственно, в последующем, поскольку не обеспечиваются все эти гормоны, как положено, то есть это может привести их к смерти. Понятно. Михаил, к вам вопрос. Василий, может ли быть вегетарианская кухня вкусной? Может. Например, вот как вот, допустим, существуют ли у вас посетители, которые говорят, мне, пожалуйста, без мяса оно очень вкусно? Как мясо? Есть определенный контингент людей есть, приходят, заказывают. Те же котлеты с капусты, с морковки делаем, с баклажан. Есть супы в меню, в меню тоже есть и в ресторане, и в пабе. В меню есть диетический суп, вегетарианский суп, там чисто овощной. И людям нравится, они хвалят. А вы сами считаете, вот из рациона мясо исключать стоит или нет? Я считаю лично, мое мнение, что из рациона вообще исключать не стоит мясо. Потому что, как сказали уже, что в нашем темпе сейчас, теперешней жизни, нужно брать откуда-то энергию, естественно. То есть, разбалансировать это не надо, да? Нет, я считаю, что не надо. Мы поговорили накануне с актюбинцами и спрашивали их, как они строят свой рацион, на что, в первую очередь, закупая продукты, обращают внимание. Давайте послушаем, что говорит народ. Конечно, я отдаю предпочтение вон тем бабулькам. У них все равно более-менее нормальные продукты, натуральные продукты. И вдобавок еще, я, значит, могу сказать за них, один раз за всю жизнь только был, они мне продали, айран такой, невкусный, он аж на потолок выпрыгнул. А остальное, значит, все масло, сметанка, молоко, все более-менее нормальное. То есть, я ни разу не заболела. А вот здесь, вот здесь, на ванваре, и невкусное, и ни разу бывало такое, что болел живот, сильно болел живот. Это вот, если, значит, по питанию, по продуктам. Ну, а сама выбираю я, конечно, уже старенькая, стараюсь больше брать овощи, фрукты и молочком. Желательно натуральные продукты? Кушаю я салаты, там, полезную пищу это овощи, фрукты, например. А как питаться нельзя? Ну, пить колу, чипсы, такое. Есть, ну, много жареного нельзя. Ну, цена обязательно, конечно, здесь сейчас присутствует и польза, и качество. Все вместе смотрим. Конечно, по возможности домашнюю пищу употреблять это лучше всего, но бывает такое, что можно не найти дома. Тогда уже очень хорошо следить за тем, где выпускается этот товар или как. На полезность, естественно. Ну, а большинство мы с творога делаем, большинство вареник с творогом, еще и салаты, ну, еще и кумус, как всегда. Ну, мы на качество, на полезность обязательно, в первую очередь, потому что здоровье это дороже. Ну, например, какие продукты больше у вас? Ну, мясные, мы чисто домашние продукты, то есть такой более импорт, мы не употребляем. Поэтому. Мука, например, нашего производства. Поэтому отбираем. Быстрое питание, фастфуд? Нет, такого нет. Здорового про жизнь у нас. Айнур, что говорит современная наука? Есть ли продукты, безусловно, вредные и, безусловно, полезные? Ну, естественно, сейчас по данным ВОЗ, по всем, 80% заболеваний, это все от нездорового питания. Поэтому сейчас идет пропаганда здорового питания. Завершилась программа «Саламат Казахстан» в 11-15-е годы. Сейчас уже с 16 по 20-е годы уже у нас по программе «Ден Саламат» тоже в приоритете принципы здорового питания. Поэтому мы пропагандируем здоровое питание. Исключать из рациона вредные продукты питания. Это какие вот вредные? Вредные продукты питания, это, например, сейчас дети много употребляют фастфуды в основном. Еда быстрого приготовления, чипсы, газированные напитки. И чаще сейчас употреблять стали продукты, особенно вредные для организма, например, с различными антибиотиками, например, обогащенные. Народ не знает, в каких продуктах, что содержится. В основном их привлекает реклама, вот эти красивые опертки, например, упаковочный материал. Поэтому потребители должны знать и требовать сертификат качества этих пищевых продуктов. Хорошо. Василий, вот вы как шеф-повар, как относите их к заведениям, которые производят и торгуют фастфудом, которые быстрое питание? Я отрицательно отношусь к этому. Потому что и дочку свою, да, мы ходим и в Мегу, ходим, ну, в развлечения с ребенком надо ходить. Вот, но она поначалу просила, я поговорил, я говорю, лучше приедем домой, что-то, домашняя пища лучше, потому что сейчас фри жарится на... Сами знаем, на чем, да. На чем, на каком масле, которое вообще противопоказано. А, естественно, если быстро приготовить фри, нормальную картошку фри будешь жарить, в масле, в растительном масле будешь жарить 15 минут. А в жире, в пальмовом вот этом масле, оно жарится 4-5 минут. Все, это уже о чем-то говорит. То есть фастфуд это нездоровая пища? Я считаю, что это нездоровая пища. Гульзеран обман, вот я, готовясь к программе, узнал, что, ну, может быть, даже и раньше узнал, что очень вредное воздействие на эндокринную систему оказывает сахаросодержащая пища. Вот эти вот все газированные напитки, та же, там, я не буду называть, напиток темного цвета, да, заокеанский. Вот что об этом можете сказать? Ну, что я могу в этом плане сказать? Ну, у нас сейчас получается как? Народ имеет большой выбор продуктов. Большой выбор продуктов, особенно дети, они как бы злоупотребляют сладким. Потом, несмотря на вот это, у нас получается колораж пищи, который необходим, он всегда превышает больше нормы. И получается, допустим, человек начинает постепенно, незаметно для себя прибавлять в весе. А прибавка веса, она приводит к ожирению. Ожирение у нас, к сожалению, сейчас тоже получается где-то, если по цифрам взять, 50% женщин страдает ожирением. Где-то 30% мужчины и около 10% это дети. Сейчас, к сожалению, и дети у нас встречаются с избыточным весом. А уже избыточный вес, он предполагает нарушение со стороны эндокринной системы. То есть, в первую очередь, поджелудочная железа страдает. То есть, до 35 лет уже не будем этот вопрос трогать, возникновение сахарного диабета. Там идет гибель клеток. А вот именно сахарный диабет второго типа, когда возникает инсулинорезистентность в сочетании с ожирением, она как раз и приводит к сахарному диабету второго типа. И диабет второго типа, к сожалению, растет. Кроме того, ожирение приводит... Вот сейчас очень часто мы встречаемся, вот я затронула, что 50% женщин страдает ожирением. И у них как раз возникает и со стороны половых органов нарушение. То есть, возникает склерокистос яичников, который приводит к бесплодию нарушения овариально-минструального цикла. И сейчас я как эндокринолог зачастую очень часто встречаюсь с такими явлениями у женщин фертильного возраста. Женщины фертильного возраста – это женщины, те, которые детородный возраст, так скажем. То есть, это тоже не совсем хорошо. То есть, целая лавина проблем от этого идет? Да, целая лавина проблем возникает, которыми занимаются не только эндокринологи, но сейчас у нас и гинекологи занимаются. Ну, скажите, вот, по-моему, повальное такое явление, когда мамаша, да, вот у меня ребенок худенький, пусть побольше кушает что-то, а вот когда полный ребенок, вот это хорошо, значит, у него нормальное питание, значит, вот. Как вот этого избежать? Или это, ну, может, с мобилитетом что-то делать? Владимир Иванович, я перебью вас это. Вот получается так, что выражение хорошего человека должно быть много, не совсем применимо к нашей обстановке. Получается, и дети злоупотребляющие вот сладким, они у них тогда, когда злоупотребляет ребенок сладким, у него пропадает аппетит. Вот, то есть, он ту пищу, которая нужно есть, он уже не ест. У него, получается, превалирует углеводистая пища, легко усвояемая, которая и еще плюс многие родители не замечают. Вот идет реклама Кока-Колы, да. Кока-Кола, она, как бы, включает в себя очень много сахара и очень много углекислого газа. За счет этого, вот, сочетание, вот, фастфуд и Кока-Кола, за счет того, что имеется углекислый газ в составе Кока-Колы, то есть, идет быстрое всасывание, быстрое усвоение той пищи, которая фастфуд... И человек все время голодный, получается? Человек через два часа, он уже голодный. И, получается, почему американцы у нас... Объемные такие. Очень объемные. У нас вот многие, которые ездят в Америку, они говорят, мы здесь считались, как бы, избыточного питания, а там мы на фоне американцев выглядим дюймовочками. И это есть. Но, то есть, вот, как раз у американцев, вот, фастфуды в сочетании с Кока-Колой и привели к тому, что у них ожирение встречается много. Но в плане, по сравнению с американцами, конечно, у нас очень редко встречаются люди, которые где-то имеют 150 килограммов веса. Но иногда бывает и такое, потому что в моей практике встречались люди, которые имели вес при небольшом росте, ожирение четвертой степени было. То есть это почти 100%. Айнур, вот смотрите, мы законодательно запретили в Казахстане рекламу табака, рекламу алкоголя. Не стоит ли нам задуматься о запрете, таком же запрете, вот, ну, однозначно вредных продуктов? Ну, это должно решать уже на уровне правительства. Ну, это понятно. Да, но эти продукты питания приводят для экономики определенные доходы, поэтому их не ограничивают. Ну, я думаю, что алкоголь и сигареты не меньше, да, приносят в экономику деньги. Поэтому у нас в основном работаем мы с населением, чтобы население было осведомлено, а вредность, да, разъяснительные работы проводятся. Поэтому человек должен уже, должен быть, знать о прийти этих продуктов питания. Я поговорил по этому вопросу с исполнительным директором Академии профилактической медицины, ведущим специалистом Казахской Академии Питания, Аккумис Салхановой. Вот, что он рассказал, давайте послушаем. Основная наша задача, это информировать наше подрастающее поколение о том, что полезно для них и что вредно. Вот, допустим, в 2014 году мы проводили исследование Казахской Академии Питания, и оказалось, что 16%, это 1,6% детей до 15 лет страдает избыточной массой тела и ожирения. Вы только подумайте, да, 1,6% часть. То есть ожирение, которое казалось нам далеким в нашей стране, мы думали раньше, что в нашей стране уж точно никто не будет страдать избыточной массой тела и ожирения. Казалось, что это проблема Запада, проблема Соединенных Штатов Америки, но никак не Казахстана. Вот к нам уже проблема зашла и уже набирает большие обороты. Если сравнить динамику, то за последние 10 лет она выросла в разы. Поэтому, когда мы проводили исследования, мы, не только наши исследования, множественные исследования по всему миру, примеры различные проводят там не только научные какие-то организации, но просто проводят какие-то кейсы, какие-то опыты, допустим, различные рекламные агентства даже. Мы знаем, что дети, они впитывают все в семье, и их пищевые привычки полностью формируются в семье. То есть что будет стоять на столе у родителей и на домашнем столе, это все отражается на их привычках. Поэтому наша задача, конечно, это работать с нашими детьми, прививать эти привычки именно начиная буквально с рождения. То есть это нужно изменить себя, в первую очередь нам, а не взрослым, чтобы наши дети завтра не ходили в эти заведения быстрого питания и выбирали другую пищу, та, которая будет им полезна. Я в чем-то согласен с этим мнением, но с другой стороны, на примере своей семьи, мы ничем не узлоупотребляем, ни колы, ни чипсы, нормальная домашняя еда, но дети-то постоянно просят именно вот это. Как с этим бороться? Василий, что вы думаете? Как разъяснять своим детям, что это тебе вредно, а лучше вот это? Ну это в семье должно быть, в первую очередь. Ну понятно, вот все разъясняешь, они просят, дай вот это, купи вот это. Нет, ну чтобы совсем отказывать детям, я считаю, что это не нужно делать совсем. Но если купил ребенку, не постоянно покупать, а хотя бы там раз в месяц, раз в два месяца, ну тоже маленькую пачечку чипсов купил. Ну и тут же надо, пускай ребенок кушает, я считаю так, пускай ребенок, потому что он смотрит на других, на соседей, на одноклассников смотрит. Те кушают, и он считает так, значит, если папа с мамой не покупают, значит, как, жалеют или что-то такое. Сейчас же у нас как дети? Большую часть проводят в школе. А надо, чтобы дома родители тоже объясняли и говорили. А вот вкупе с той рекламой, которая идет, вот именно таких вещей, там вот все люди, которые употребляют эти продукты, счастливые, белозубые, улыбчивые, коммуникабельные. То есть, если вот ребенку так вот ограничивать, там, не сложится ли у ребенка тогда психология, что вот эта еда связана с праздником? Что вот на празднике, ну ага, значит, можно там выпить Кока-Колу, там, съесть чипсов, там, Марс. Вот такой опасности не существует, как вы считаете, Гузера? Мне кажется, такой опасности не должно существовать. Правильно, все начинается в семье, и надо вот это поведение прививать, начиная с семьи. Но полностью вот действительно ограничить правильно вот тот сказал, что вот действительно надо ребенку дать иногда попробовать, чтобы он это имел, знал, что это такое. Но в то же время ему нужно, вот он поел, допустим, и там всегда я, у меня, я своих внуков учу, в каком плане? Чтобы они, допустим, даже мороженое, когда покупали, чтобы там не было вот, чтобы они читали содержание. Чтобы знакомились, что они едят, да? Да, чтобы знакомились, что они едят. И если, например, там есть сухое молоко, вот такое это, мы стараемся такие вещи не брать, потому что там много всяких ароматизоров. Очень редко у нас встречается, допустим, мороженое, которое содержит в своем составе натуральное молоко, натуральные сливки или, допустим, сливочное масло и, допустим, сахар. А многие вот виды мороженых там, они содержат, помимо ароматизаторов, там, сухие сливки, сухое молоко, допустим, ароматизатор какого-либо масла, там, заменитель масла. Ну, вот там на упаковке, там, Е, там, и какое-то трехзначное число. Вот это, может быть, народу стоит объяснять, разъяснять, что это такое, под этим содержится. Вот это, мне кажется, все это нужно, и вот действительно, вот сейчас вот я смотрела, когда вот спрашивали у детей, какое питание вредное и какое полезное, они уже чувствуются, что с ними... Они, в принципе, что-то знают, да? Да, что с ними уже эта работа идет, потому что они уже действительно знают, что это нельзя, это вредно. Раньше, действительно, сколько ни посмотришь, все эти дети шли, допустим, в руках чипсы и обязательно у них Кока-Кола. Все равно сейчас такого меньше видишь. Водичка иногда появляется, что же в руках, да. Понятно. Ну, нет, нет, да, на улице, когда вижу я вот это все, мне так и хочется подойти и сказать, что это вредно, особенно в Кока-Коле, сколько сахара. Айнур, скажите, пожалуйста, вот вы в учебном процессе ментальные вопросы диетологии рассматриваете, то есть, или изучаете чисто технические вещи, вот тут столько калорий, вот это можно, вот это нельзя, а вот воспитание вкуса, хорошей, правильной еде, такие вопросы рассматриваются? Обязательно, потому что мы занимаемся не только содержанием продуктов питания, безопасностью и пропагандой здорового питания. У нас есть такие элективные дисциплины, как основы нутрициологии, алиментарно-зависимые заболевания и их профилактика. Поэтому по этим предметам мы даем осы, например, правильного питания, понятие диетологии, какая диета для организма полезная, каких, например, нужно ограничивать, все, что, например, какие достижения науки. Поэтому мы эти вопросы на занятиях разбираем со студентами. Вы со студентами общаетесь, да, ну, с молодежью, да, как вы считаете, вот насколько они восприимчивы, вот именно к такой информации, что вот эту пищу, хотя она модная, быстрая, недорогая, вот ее все-таки не стоит есть, они к этому прислушиваются? Студенты прислушиваются, потому что это их работа. Мы готовим студентов профиля медико-профилактического факультета, общественного здравоохранения и общей медицины. Поэтому они должны знать эти вопросы, потому что здоровье, это в первую очередь при лечении начинаем мы с правильного питания. Ну, дай бог, если молодежь к этому прислушается. Сейчас я предлагаю прерваться на короткую рекламу на РИКТВ, а мы тут немножко перейдем в дух и вернемся в студию опять. Мы снова в студии. Вот такой вопрос. Буквально сегодня начались в Казахстане достаточно длинные каникулы, связанные с наурызом, всех вас с наступающим и вас тоже. Ну, у нас что, и праздник такой, да, и менталитет у нас такой, что когда у нас длинные выходные, мы сами ходим в гости, приглашаем в гости, а пригласить в гости и не накрыть богатый дастархан, это как-то, ну, неправильно, да. Вот что вы посоветуете, что в такие дни, как уберечь свой и так натруженный организм от опасностей, которые, ну, несут с собой вот длительные застолья, причем эти застолья, если у нас пять выходных, то они, наверное, будут не один день длиться, да, ну, у кого как, но у большинства грузера, вот, свадывать начали. Ну, казахи народ гостеприимный, конечно, у нас эти дни праздники, и будет в день, приходится иногда несколько раз идти в гости, допустим, и если в обед, то где-то и плюс еще вечер. То есть два-три раза в день казах идет в гости, и, естественно, каждая хозяйка, которая приглашает в гости, естественно, самое основное блюдо – это мясо по-казахски. Ну, чем мы злоупотребляем? Мы злоупотребляем мясо жирное. Мясо не должно быть сильно жирным. И когда мы подаем уже мясо основное к столу, то есть сверху наливается бульон с луком, так вот стараются собрать весь жир сверху, и вот это как раз, да, оно вкуснее. Жирное всегда вкусно, но оно не всегда полезно. И получается, когда человек у нас каждый день много раз, вот, получается, там мясо, там мясо, потом к чаю подается, естественно, еще что-то тоже жирное, то есть получается, как бы, это очень большая нагрузка для организма, для поджелудочной железы. Ну, и, как бы, я бы даже и сказала, что когда злоупотребляет еду, оно, как бы, уже, как бы, это, не совсем хорошо. Происходит, как бы, элементарный гастрит в это время, когда вот действительно много еды, и для желудка это нагрузка, причем большая нагрузка. Способ борьбы с этим? Чисто психологически заставить себя немножко… Немножко ограничивать надо себя, это раз, потом, я бы сказала, вот, хозяйки подают салаты, салаты все заправлены майонезом. Старайтесь не очень много увлекаться салатами с майонезом, потому что они действительно, во-первых, там, он калорийная вещь получается, и опять же нагрузка. Лучше желательно салаты заправлять, подбирать такие салаты где-то с растительным маслом, допустим, ну, тот же винегрет можно, или, допустим, можно, ну, мы сейчас это, овощи сейчас все предоставлены. Те же помидоры, огурцы, их можно не обязательно заправлять. Их можно просто порезать и есть в таком виде. Понятно. Василий, а вы как готовитесь к таким праздникам? У вас вот что-нибудь в меню меняется вот на празднике, вот на наурыз, допустим, или ваше действует обычное меню, или посетители у вас, может, что-нибудь другое заказывают, необычное? Нет, у нас действует то же самое меню, но в меню присутствует, вот, как сказали, салаты мы стараемся не заправлять майонезом, а сейчас есть новинка, сделали новинку такую, те же овощи, но заправленные, чуть-чуть растительного масла, чуть-чуть, а в основном идет фреш, или апельсиновый, или лимонный. Это очень вкусно, и я считаю, что это очень полезно. Скажите, а вот повар, какую оценку еде дает в первую очередь? Он задумывается о ее вкусовых качествах, или он думает, вот это полезная еда, а вот это не очень полезная еда, вот на своем опыте? В первую очередь, из моего личного опыта, в первую очередь, делает, чтобы было красиво, в первую очередь. В первую очередь, почему, я объясню, почему, потому что, когда официант выносит посетителю блюдо, любой человек, любой независимый, мужчина, женщина, ребенок, он смотрит глазами, оценивает глазами. Если это некрасиво, уже как-то в мозг дается, что, ну, немножко отталкивает, да. Если оно красиво оформлено, все, на втором месте стоят вкусовые качества, и вкусовые качества, и чтобы полезно было для организма. Вот, и стараемся, у нас мы стараемся делать все с наших местных продуктов, не импортные, я категорически против импортного мяса, импортной. Да, оно готовится намного быстрее. Если наш стейк готовится 40 минут, наш стейк, то импортное мясо можно за 7-10 минут приготовить. За счет чего? За счет того, что они... Чем-то нашпигованы. Они нашпигованы, они, ну, как может быть, например, тот же теленок молодой, которому полгода, он может весить тонну. Это уму не постижает. Это противоречит. Это противоречит, да. Наше мясо, вот, любые наши продукты, естественно, летом все берется с базара, который местные бабульки продают. Ну, у вас, наверное, поставщики уже налажены. Да, поставка налажена, все это самое. Я имею в виду в том, что не импортное. Сейчас вот приходится и то стараемся. А вот людям, которые покупают для домашней кухни продукты для приготовления, что вы посоветуете, где лучше их покупать? И как? На глаз можно отличить, вот, ну, грубо нашпигованное мясо от естественного? Ну, это только специалист отличит. Только специалист. А простой человек, ну, если он сталкивался уже, да, он может отличить, а в основном нет. Ну, лучше, конечно, на базаре, лучше местную пищу брать, местную, у производителей местной, которые, там уже и тех, кого ты знаешь, уже вот, ну, можно подойти и сказать. А в магазине возьмешь, да, оно замерзшее, оно красивое, замороженное, стоит дата упаковки, домой приносишь, размораживаешь, оттуда идет уже душок. Ага. И не предъявишь никому? Да вот, вот именно. Айнуш, скажите, как вы посоветуете выстроить свой рацион актюбинсом, ну, учитывая, вот, выходные, связанные с науэзом, длинные? Ну, в первую очередь, нужно соблюдать режим питания, интервалы между приемами пищи. Тяжело. И, чтобы был баланс между энерготратами и энергопотреблением. То есть, покушал, нужно пойти, там, я не знаю, в отбор снег покидать, чтобы такое сделать. Да, это самое лучшее. Погулка, например. То есть, вы предлагаете, насколько я понимаю, все ответственно подходить к своему организму и жалеть его, и давать немножко ему отдых, да? Давайте послушаем, что нам по этому поводу сказала Кумис Бериковна. Получается, что человек переусердствовал за праздничным Гастарханом, то желательно сделать на следующий день немножко такую разгрузку, помочь организму, не перегружать его подряд несколько дней. И вот я в связи с этим хотела сказать, что наша организация, Академия профилактической медицины, она инициировала создание коалиции Виталем, которая, девиз которой это Казахстан, страна здоровья и активного долголетия. И в рамках первой инициативы этой коалиции, называется эта инициатива «Алматы. Город здоровья и активного долголетия», мы в Дни Наурыз организуем неделю бесплатного спорта, называется «Здоровый Наурыз» в городе Алматы. Это пилотный проект, его поддержал Акимат города Алматы, и мы призвали фитнес-клубы, спортивные организации, танцевальные различные организации, спортивные секции участвовать в этой акции, предоставить свои площадки бесплатно на время недели с 21 по 27 марта, для того, чтобы люди могли заниматься спортом бесплатно на этих площадках, с тем, чтобы приобщить народ к массовому спорту, чтобы они попробовали. Вот сейчас безумно модно во многих кругах, скажем так, вести здоровый образ жизни, фитнес, спорт, вот это вот все, да, все причиндалы продаются, кругом рекламируются. В Казахстане тоже существуют центры ЗОЖ, да, уже достаточно давно, но вот не складывается ли у вас такое ощущение, что у нас как-то немножко все это заорганизовано и как-то сильно на официальном уровне, а вот широко в массы вот это вот движение не проникает? Гульзера, как вы считаете? Ну, центр здорового питания у нас, ЗОЖ у нас как бы тоже есть здоровый образ жизни, как бы они пропагандируют это. И, в общем-то, я бы сказала, они сейчас как бы во всех поликлиниках, у них открытый кабинет из ЗОЖ, и, в общем-то, в плане питания, вот сейчас они стали много выпускать методичек вот таких, и это все раздается в условиях поликлиники, ведь куда у нас народ в основном ходит? Он ходит туда, и действительно ему не мешает напомнить, что полезно, что вредно. А народ готов воспринимать эту информацию? Народ воспринимает, потому что сейчас, в принципе, все понимают, что здоровье это на первом месте. И если ты потеряешь здоровье, то сейчас, ведь сейчас есть и такое, что работодатель может расторгнуть с тобой договор, если ты болеешь. То есть в этом плане это тоже стимулирует, в принципе, народ сейчас не готов болеть, он сейчас готов действительно... Да и дорого это очень. Да и дорого, действительно. Сейчас лечиться очень дорого. Лекарства все дорогие, и потом легче, легче ведь... Да, конечно. И дешевле... Дешевле. Быть здоровым. Быть здоровым. Быть есть. Да. Василий, скажите, у вас, насколько я знаю, достаточно большой стаж работы, изменились ли вкусы ваших посетителей? Вот можно ли сказать, что вот да, вот там 10 лет была дико популярна вот такая еда, а сегодня вот совсем другая? Такое происходит? Такое происходит. И, например... Сейчас больше, так как вот люди летают, ездят по заграницам, естественно, они там пробуют... Другую пищу. Другую кухню, местные пробуют, и они хотят здесь. Если понравилось им там, они просят здесь. Мы идем навстречу тоже людям. У нас есть и итальянская, и французская, и тайская. Если человек хочет, почему бы не предложить? А продукты где вы берете? Насколько я знаю? Из местных продуктов. Из местных продуктов. Из местных продуктов. Все только из местных продуктов. Ну вот я знаю, в некоторых кухнях используются такие ингредиенты, которые у нас тут просто не достать. Или уже такого нет? Такого сейчас нету. Это раньше, может быть, как правильно вы сказали, что 5-10 лет назад мы ездили в Москве, закупали в России, там где-то брали, за границей привозили. То сейчас любой продукт можно взять в Актюбинске, в Алма-Ате, в Астане. Любой продукт можно взять. Все дело только в цене. Айну, что вы думаете по поводу распространения ментальности здорового образа жизни? Вот сейчас, с вашей точки зрения, происходит ли какое-то изменение общественного настроения по этому поводу? Ну, естественно. Лучше не болеть, конечно. Поэтому человек должен сам заботиться о своем здоровье с рождения, например. Поэтому должны соблюдать режим питания, заниматься спортом, ограничивать вредные продукты питания, ограничивать вредные привычки, например. Давайте я вам предлагаю прямо сейчас узнать, что будет у актюбинцев на праздничном столе вот в этом году. Давайте, послушаем. Ну, бешбармак это, конечно, это безоговорочно. Бешбармак, бурсачки. Ну, а это уже точно. Ну, а остальное там, значит, наверное, как салатики, как обычно. Ну, больше, значит, сразу скажу, что бешбармак. Конечно, жермиясы первые. Хлеб, конечно. Наурус, это начало года, казах. Он должен быть до страха богатый. Обязательно будут стоять бурсачки, бешбармак, казы, вот это обязательно, хворост, вот это обязательно будет стоять. Ну, как всегда, бешбармак, салаты, оливье и наурус-куже. Выпечка у нас обязательно. Ну, и, в принципе, гости будут, наверное, бешбармак приготовят. Бешбармак, бурсачки, наурус-куже. Теперь надо. Ну, то же самое, в принципе, будет большой достальхан. Ну, любой диетолог, наверное, в ужас бы пришел, да, от этого всего. Ну, да. Да, потому что перечислена действительно такая пища основательная, которая действительно может серьезно перегрузить организм. Что бы вы посоветовали актюбинцам, что обязательно нужно включить в меню, чтобы как-то вот немножко баланс соблюсти, уравновесить тяжелые вот эти вот орудия? Ну, побольше овощей и фруктов, салаты, например. Если есть возможность, кисломолочные напитки, особенно кумыс, потому что кумыс расщепляет мясо. Которые помогают, когда нельзя справиться. Да, усваивать. Еще. Ну, это зелень, вот это вот сейчас доступно. Раньше зимой зелень у нас туго было, а сейчас-то вообще есть? Сейчас все доступно. Во всех магазинах они доступны и по цене. Поэтому можно разнообразить свой рацион и обогатить вот этим полезными пищевыми продуктами, овощами, фруктами. Василий, со своей стороны, как вы предлагаете сбалансировать вот такой праздничный стол, на котором, естественно, у всех, у каждого будут присутствовать и баурсаки, и баурсаки? Ну, мое личное мнение, когда кушаешь бешпармак, ну, естественно, с постного мяса делать не будут. Всегда мы делаем жирного мяса, в мое личное мнение и из моего личного опыта кушать в сочетании с мясом побольше зелени. Побольше зелени. Вот кинза, укроп, петрушка, особенно кинза, она тоже вот из моего личного опыта. Наешься, вроде бы все, до отвала наелся, тут же, как говорится, закусил этой кинзой, там полпучка маленького скушал кинзы, все, оно и легче желудку, и все. Просто зелень, она там, естественно, свои свойства дает. Ну, и побольше овощей. А зелень в каком виде можно употреблять, ну, чтобы она выглядела аппетитно и приятно была кушать, ну, не от пучка же откусывать? У нас, вот, да, даже в ресторане, в пабе, просто вот если заказывают овощной ассорти, огурцы, помидоры, перец, и просят сами клиенты, сами люди, просят положить и пучками. Вот. Именно так. Мытое, кинза, укроп, лучок, все, вот это положил, все, и вот мне интересно, я выхожу в зал тоже, ну, чтобы меня люди не поменьше видели, выхожу, смотрю, вот сидят, мирная беседа, деловая беседа, сидят, разговаривают, вот берут и кушают. И жуют зелень. Жуют, вот именно жуют, зелень кушают, и я считаю, что это правильно делают. Узира, что вы посоветуете, чем дополнить до Стархан, помимо баусаков и бешбармака? Я бы все-таки, вот, тот один сказал, что вот, помимо того, что мясо будет, он, говорит, оливье. Да, еще оливье, плюс. Оливье бы я конкретно не советовала. И все-таки надо ограничивать, и на следующий день хоть какую-то разгрузку делать. Ну, вы же сами говорили, ну, как на следующий день, если вас уже позвали в гости неделю назад? Ну, неделю назад, ну, нет же такого, чтобы это, каждый день. Ну, какой-то день, допустим, может бывать, может совпасть, правда, два раза в день, а потом какой-то день еще. То есть, опять нам... Все-таки, когда у вас есть свободный день, надо разгрузиться немножечко, ходьба, чтобы была. Все-таки это для организма не совсем хорошо, когда перегрузка идет едой. Ну, скажите, а вот вы же общаетесь в большинстве своих, ну, по работе, я имею в виду, с не совсем здоровыми людьми, скажем так. Вот есть какая-то разница между выстраиванием рациона у здорового человека и у того, который уже страдает каким-то заболеванием? Ну, мы же в основном чаще всего общаемся же с нашими больными, которые страдают сахарным диабетом второго типа. Да, бывает и у них тоже, а грехи на праздничные дни переедают. Ну, тогда в такие дни мы тогда говорим, да, ты переел, но второй день у тебя должен быть немножечко разгрузочный. Так, что для организма не было. Один день переел, второй день переел, третий день переел. Это, соответственно, приводит до компенсации основного заболевания. Поэтому всегда нужно помнить о том, что есть. И тем не менее, надо следить за собой. Потому что рядом врача-эндокринолога нет круглосуточно. Человек тоже должен сам себя контролировать. Айнур, скажите, вот во всех мировых религиях существует такое понятие, как пост, да? Он в разное время происходит в разных религиях, да? Вот и в мусульманстве он есть, и вот сейчас православный держит великий пост. Скажите, вот существуют ли исследования по поводу вот этих вот мероприятий, да? И что говорит наука? Это полезно для здоровья или все-таки не очень? Ну, это полезно для здоровья, потому что идет очищение всего организма. Ограничивается, например, различные продукты питания, особенно вот при православных постах, например. Это животное происхождение, например. Оно для организма менее... Больше приносит пользу, чем зла, да? Да, больше приносит пользу, да. Поэтому... Все это на благо, действительно, да? Да, на благо. Это уже тысячи лет практикуется, понятно. Ну, сейчас вот праздник, не знаю, конечно, многие люди сумеют этот пост удержать, но многие, конечно, не будут. Вот я хочу, у нас заканчивается эфирное время, услышать от вас рекомендации, что вы, ну, точно не рекомендуете, а что, может быть, и порекомендуете. Айнур, давайте с вас начнем. По поводу питания, вот, ну, вот это вот я могу порекомендует, вот как зелень, допустим. Что-нибудь такое вот, безусловно, полезное. Пожалуйста. Ну, обязательно нужно творог, обязательно. Кислое молоко. Кисло-молочные продукты обязательно, овощи, фрукты обязательно. Тем более сейчас уже идет весна, а витаминоз, поэтому обязательно в рационе должно быть обольше, да, овощей и фруктов. Василий, вы? Ну, я уже повторюсь, зелень, так же, как Айнур сказала, овощи, фрукты кушать. И делать фреши натуральные, фреши и, ну, как сказать, поменьше жирного кушать. Главное, чтобы стараться. Главное, стараться, чтобы карман это позволял все делать. Гульзера, что вы скажете? Что я скажу? Я точно так же присоединись к мнению остальных, что действительно мясо мясом, но нужно в свой рацион включить побольше овощей, кисло-молочных продуктов. И, наверное, вот у Василия секрет все-таки, наверное, вот эти фреши. Все-таки в каких сочетаниях вот нужно, вот можно как раз в эфире сказать, наверное, как можно заправлять салаты фрешами? Салат заправлять? Ну, если на одну порцию брать, идет где-то, ну, грамм 10-15 масла и грамм 50-70 фреша. То есть из одного апельсина, допустим, брать? Да, с одного апельсина и где-то половинку лимона. Лимон я всегда добавляю в любую заправку. Почему? Потому что он, по народным поверьям, он сжигает жиры. Когда ты вот переел, он сжигает немножко жиры, помогает. Да, я бы тоже присоединилась к этому, это было бы неплохо. И салат получается просто обалденный. Может быть, кто-нибудь и прислушается, будем на это надеяться. Большое спасибо, что пришли, большое спасибо за ваши ответы. Спасибо, что были с нами. Через неделю поговорим о чем-нибудь другом. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова